У каждого из собравшихся здесь воинов был свой Афганистан. С трепетом и волнением они говорили о той, другой жизни, о погибших боевых товарищах и нерушимой дружбе, которую сохранили на долгие годы. Афганская война отзывается в памяти наших земляков болью потерь. В ней приняли участие 180 лобинцев. К сожалению, домой вернулись не все. Сегодня в нашем районе проживает 130 ветеранов, прошедших суровое испытание войной. По-разному сложились их судьбы, но главное, они продолжают плодотворно трудиться, активно занимаются общественной деятельностью и военно-патриотическим воспитанием молодежи. Хочется вас еще раз всех поблагодарить за мужество, за честь, за совесть, за то, что вы своим героизмом нам дали возможность сейчас, в том числе и жить, и заниматься всеми теми делами, которыми мы с вами занимаемся. Поблагодарить ваших близких и родных, пожелать здоровья родных и от всей молодежи попросить не оставлять вот эту общественную нагрузку. Заниматься с молодежью, вы живые свидетели тех событий. Мы обязаны знать, что там было, как оно было, и должны быть на вашем примере учиться героизму и быть готовым всегда, как и вы, защищать нашу родину. Участники афганской кампании в этот день получили медали и почетные грамоты от главы района за мужество и воинскую доблесть, проявленные при выполнении интернационального долга и в честь 30-летия со дня завершения боевой задачи ограниченным контингентом советских войск в Афганистане. От лица всех ветеранов, главам района и города, благодарность выразил Владимир Фролов. В протяжении вот этого месячника по оборонно-массову и военно-патриотическому воспитанию молодежи мы провели порядка 50 встреч и проводим, проводим. И я вам скажу, ту работу, которую мы с вами начали по поводу возведения памятника в виде вертолета Ми-8, она продолжается. И уже 250 человек побывали на этом вертолете в виде экскурсии. И понимаете, они проявляют такое желание, стремление прикоснуться вот к той истории, которая была. И все ребята не дадут соврать о том, что каждый из них летал на этом вертолете. Ну, хотя бы пусть не на боевые вылеты, но тем не менее, они знают, что штурмовая авиация, как и 117-й разведчики, как Анатолий Иванович сказал, они делали разведку, а потом они же и бомбили, уничтожали те банды формирования, понимаете. Эта работа будет продолжаться, я уверяю вас, еще есть дух, патриотизм, настрой боевой. И ребята положительно относятся к той работе, которую мы сейчас проводим. Спасибо за все.